Здравствуйте! Сегодня у нас завершающая лекция в цикле «Рынок туризма зарубежной Европы». И в сегодняшней лекции я бы хотел более подробно поговорить о том, что такое туристские формальности. Каждый человек, который путешествует, он занимается или выездным, или въездным туризмом. И это два самостоятельных направления. И, конечно, тот турист, который пересекает границы, он должен обязательно пройти туристские формальности. И вот к таким туристским формальностям мы относим процедуру проверки пограничными службами правильности оформления выездных документов. Это соблюдение таможенных правил, валютных правил и медико-санитарных правил. Формальности – это обычные действия, необходимые с точки зрения установления порядка в туристском бизнесе. И туристские формальности в международном бизнесе в туристском очень распространены. Туристские формальности – это действия и процедуры, связанные с обязательным выполнением, пересекающими государственную границу туристами, установленных правил, регулирующих порядок выезда, въезда, пребывания в другой стране. Правила, которые устанавливает та или иная страна для своих туристов, они базируются на основе межгосударственных договоров и международных норм, а также и тех обычаев, которые сложились в тех или иных странах. И вот туристские формальности, они вводятся государствами для того, чтобы как-то навести порядок в борьбе с незаконной миграцией, в борьбе с международным терроризмом, в торговле наркотиками и так далее. И также в целях обеспечения безопасности туристов. Туристские формальности, в первую очередь, имеют отношение к самим туристам. Какие это отношения? Ну, каждый из нас, когда предполагает осуществить путешествие, должен позаботиться, чтобы у него был заграничный паспорт. Затем потребуется во многие страны оформление визы. Прохождение таможенных процедур, валютный, медицинский, санитарный контроль. Но туристские формальности затрагивают и туристические фирмы. И к ним относятся такие формальности, как оформление лицензии, сертификат на создание того продукта, в данном случае турпродукта, которым они торгуют. Регистрация в МИДе, присвоение туристского референс-номера или аккредитация в иностранном посольстве. И туристские формальности – это очень развитый спектр услуг. И если вы, так сказать, хотите совершить путешествие по каким-то странам, вы должны понимать, что входит в перечень туристских формальностей. Можно классифицировать по следующему принципу вот эти формальности, о которых мы ведем сегодня разговор. Первый – это полицейские формальности. Я о каждом из направлений расскажу отдельно, но первоначально я бы хотел просто перечислить, вот какие формальности в туризме мы должны обязательно учитывать. Значит, полицейские формальности. Далее – паспортные и визовые формальности. Значит, это большой блок, который необходимо каждому туристу понимать. Далее – таможенные формальности и валютный контроль. Медико-санитарные формальности. Формальности, безопасности и страховые формальности. И ведь поездка за границу может состояться, а может и не состояться. Сейчас миллионы людей путешествуют по самым различным, так сказать, мотивам, по самым различным поводам. Вот был на днях в Москве футбольный матч. Проезжали 40 тысяч туристов из Англии специально, чтобы посетить вот это очень важное спортивное мероприятие. Это вот входит в разряд, так сказать, спортивного туризма. Значит, здесь туристы проходили тоже целый ряд формальностей. И вот в каких случаях поездка за границу может не состояться? Она может не состояться в целом ряде случаев. Первое – это наружение туристами правил пересечения государственной границы. Второе – это несоблюдение необходимых таможенных, валютных и других формальностей. Она может не состояться, если произошло как бы ужесточение со стороны государственных служб, так сказать, вот служб требований к туристской администрации. И может не состояться, если мы являемся свидетелем дискриминации, нарушения чиновниками прав каждого человека, который намерен путешествовать. И, конечно, вот несоблюдение одного из этих правил влечет невозможность выезда. Но и вот ожесточение формальности окажет прямое воздействие на международные туристские потоки и затрудняет передвижение людей. Но во всех предыдущих лекциях мы говорили, что туризм – это очень выгодное для многих стран дело. Туризм приносит огромные доходы, создает рабочие места, он решает целый ряд социальных проблем, проблем, связанных с повышением уровня образования. И поэтому все страны, конечно, заинтересованы, чтобы туризм развивался. И все страны, в общем, заинтересованы в том, чтобы вот эта процедура оформления выездных документов или там высокий консульский сбор, или жесткие требования при обмене валюты, они как-то, в общем, упрощались вот эти проблемы. И, конечно, в части получения услуг туристских никаких недопустимо дискриминаций. Дискриминации, прежде всего, по расовым, там, национальным, половым признакам и по религиозным. И вот в основе всего вот этого лежит Всемирная декларация прав человека, которая является таким базовым документом для развития международного туризма. Всемирная декларация прав человека принята на сессии Генеральной Ассаблеи ООН в 1948 году. И вот эта декларация провозгласила равенство всех людей без какой-либо дискриминации. И это явился первым очень важным международным документом исторического отношения, который вот провозгласил и основные права и свободы человека. И вот на базе этого документа уже стали появляться другие, так сказать, правовые акты в тех или иных сферах международной деятельности. И вот в туризме в 1980 году была создана Манильская декларация по мировому туризму. Манильская декларация по мировому туризму, и она принята в 1980 году. И эта декларация провозгласила право граждан на отдых, свободу путешествий и туризма, как важнейший фактор развития международного туризма. Естественно, мы, когда говорим о формальностях, мы должны понимать, что главная роль вот в решениях проблем режит, так сказать, в сфере государственного регулирования. Государство должно заботиться о том, чтобы вот эти правила создать и поддерживать. Те государства, которые очень активно развивают международный туризм, они очень много усилий проявили в направлении совершенствования всего законодательства. И вот государственное регулирование туристских формальностей, это представляет собой совокупность государственных мер одного или группы государств по выработке взаимоприемлемых условий и упрощенных правил, позволяющих каждому человеку участвовать в международном туризме. Значит, вот есть госрегулирование. Мы говорим, что есть рынок, но рынок не в состоянии решить все проблемы, потому что рынок, так сказать, он в значительной мере стихийный. И вмешательство государства в разные сферы рынка позволяет, так сказать, решить многие проблемы. Вот государственное регулирование туристского бизнеса также позволяет и много проблем решить, так сказать, вот на этом рынке. Значит, для этого нужно, чтобы государство имело определенные какие-то органы, которые занимаются, так сказать, регулированием. Во многих странах такие органы есть. Вот в европейском и в ряде национальных парламент создали специальные группы и комиссии по туризму, и которые разрабатывают, с одной стороны, общую стратегию, а с другой стороны, законопроекты, которые благоприятствуют развитию туризма. Что происходит в нашем парламенте? Значит, в Государственной Думе есть комитет по экономической политике, предпринимательству и туризму. В Государственной Думе. И государственным органом, который осуществляет реализацию политики нашего государства в туризме, является Федеральное агентство по туризму Российской Федерации. Это, так сказать, вот по терминологии Всемирная торговая организация, это, как бы, так сказать, национальная администрация туристская. Национальная туристская администрация. Теперь, какие законодательные акты существуют в России? Вот если вы изучаете туристический рынок, вопросы регулирования или собираетесь работать в туристическом бизнесе, а у нас сейчас уже несколько тысяч туристских фирм и туристский бизнес постоянно требуют новых специалистов, вы должны понимать, что есть целый ряд на уровне государства принятых нормативных актов, которые, так сказать, позволяют нам регулировать вот этот рынок. Значит, я вам перечислю основные законы, имеющие отношение к этой проблематике. Первое. Есть федеральный закон 1996 года, закон федеральный, о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. Значит, 1996 года закон. Далее. Есть таможенный кодекс Российской Федерации 1993 года. Есть закон Российской Федерации о государственной границе 1993 года. Закон федеральный о валютном регулировании и визовом контроле. И, наконец, федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 1999 год. И данные законы констатируют свободу выезда из России, свободу въезда и пребывание за ее пределами граждан, которые находятся под защитой и покровительством государства. Какие еще мы должны знать и понимать способы, какие есть у государства инструменты, чтобы оказывать регулирующие воздействия на эти формальности, о которых мы сейчас ведем речь? Ну, принятие законодательных нормативных актов, я об этом сказал, направленных на упорядочение и совершенствование вот этих формальностей. Это первое. Значит, создание законодательной базы. Второе направление, которое в руках государства, лицензирование, стандартизация в туристской индустрии. Значит, фирма, которая желает создавать туристский продукт, заниматься туристским бизнесом, должна лицензировать свою деятельность. И сертификация туристского продукта. Мы сертифицируем не только турпродукт, но получает сертификат гостиницы, который оказывает гостиничные услуги. Это очень важное направление в деятельности государства. Далее. Государство что еще делает? Установление правил въезда и выезда и пребывания на территории страны временного приживания. Государство должно создать благоприятные условия для таможенного и валютного регулирования. Защита прав и интересов путешественников, обеспечения их безопасности. И содействие кадровому обеспечению развития научных исследований в сфере туристских формальностей. Вот это вот функции государства. Я еще раз вернусь к тому примеру, который я сказал. Вот был матч, так сказать, по футболу на территории. И вот наше государство показало очень хорошо себя в плане регулирования этого важного мероприятия. Мало того, что мы смогли обеспечить очень, так сказать, быстрый въезд и выезд 40 с лишним иностранных туристов. Но мы были, так сказать, еще и мы очень хорошо смогли провести вот все мероприятия по защите, по охране вот прав этих туристов в период пребывания. И создали весьма благоприятные условия на тот период, когда они находились в качестве вот туристов на спортивном мероприятии. Начиная уже с 1921 года Лига Наций, Организация Объединенных Наций, а с 1975 года Всемирная Туристская Организация, они работают в направлении упрощения формальностей и ставят одну из основных задач. Вот как упростить эти формальности. А что такое упростить формальности? Ну, во-первых, упростить туристский обмен. Это согласовать законодательный порядок регулирования туризма. Оказать помощь странам в разработке государственной политики в области установления взаимодействия, различных форм взаимодействия между странами. И теперь вот давайте более подробно поговорим о тех формальностях, которые мы, так сказать, с вами должны учитывать. Значит, полицейские формальности. Проведение паспортов в соответствии со стандартами ИКАО, позволяющими осуществлять проверку с помощью компьютерных систем. Значит, паспорта мы сейчас создаем такие, которые можно быстро с помощью компьютера проверять и делать соответствующую регистрацию. Далее. Паспортные формальности. У нас основным документом является паспорт для поездки за рубеж, зарубежный паспорт. Хотя это не единственный документ, который позволяет совершать международные путешествия. Паспорт установлен на срок не менее пяти лет с неограниченным числом поездок. Но речь идет о том, чтобы сократить процедуру оформления заграничных паспортов. Некоторые организации сейчас в России получают зарубежные паспорта по упрощенной системе сразу же на весь трудовой коллектив. Далее. Визовые формальности. Значит, взаимное признание визы рядом государств. И различное упрощение выдачи визм. Таможенные формальности. Что мы сюда включаем? Это, прежде всего, льготное обложение туристов таможенными пошлинами. Это предоставление таможенных льгот и так далее. И валютные формальности. Валютные формальности – это возможность приобретать в стране, из которой выезжают туристы, сумму свободно конвертируемой валюты и обмен валюты на добровольные основы и так далее. Далее. Медико-санитарные формальности. Очень важные. Потому что в туризм сейчас включены многие страны, где периодически происходят какие-то эпидемии. И мы должны здесь расширить сотрудничество национальных туристских администраций с санитарно-эпидемиологическими организациями и органами здравоохранения в деле представления исчерпывающей информации медицинского характера. Ну и формальности безопасности – это уменьшение рисков во время путешествий. Теперь вот давайте более подробно рассмотрим каждую группу, так сказать, вот этих вот формальностей и начинаем наше рассмотрение с полицейских формальностей. Полицейские формальности – это процедура, связанная с проверкой соблюдения гражданами, пересекающими государственные границы при въезде и выезде из страны. В Российской Федерации эта деятельность поручена Федеральной пограничной службой. В некоторых странах существуют карточки, которые фиксируют прибытие. Это, в общем, важная акция. Она позволяет, с одной стороны, осуществлять контроль, а с другой стороны, вести туристическую статистику. Вот некоторые страны, с точки зрения статистического анализа, заводят такие карточки. В Российской Федерации также начинает вводиться в действие вот такая карточка прибытия и убытия. И, в общем, вот в этой карточке вы отмечаете, так сказать, срок, на который вы пребываете в ту или иную страну, гражданство, там, и цель вашей поездки – это туризм, деловая поездка и так далее. Значит, теперь о документах. Вот какие документы требуются для того, чтобы вы пересекали границу. Паспорта, визы и, так сказать, другие. Вот документы у нас разные. Например, официальным документом во многих странах является паспорт. Но кроме обычных заграничных паспортов того или иного государства, вот в международных поездках в целях туризма могут быть использованы международные студенческие карты, удостоверяющие личность. Дипломатические служебные паспорта, тоже по ним можно перемещаться из страны. Есть такое понятие, как семейный паспорт на мужа, жену с детьми и без детей. Паспорт ребенка. Паспорт моряка. И другие специальные документы. В законе, который я вам называл, в законе о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, названы основными документами следующие. Значит, паспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт и паспорт моряка. А российским гражданам, выезжающим за границу, требуется паспорт, начиная с 14-летнего возраста. Вот, чтобы получить паспорт, что требуется? Что, так сказать, каждому требуется? В России пока имеется чуть больше 10% нашего населения паспорт для поездки за рубеж. Вот, то есть не все имеют такие паспорта. Но российские граждане, которые хотят получить этот паспорт, они представляют следующие документы. Значит, заявление по форме и с указанием трудовой деятельности за последние 10 лет в двух экземплярах. Затем свой российский паспорт из свидетельства о рождении детей. Четыре фотографии установленного образца. Учетную карточку о выдаче паспорта. Военный билет и квитанцию об уплате пошлины. Вот эти документы вы представляете, так сказать, в соответствующие подразделениями МВД и вам подают заграничный паспорт сроком на 5 лет. В случае утери необходимо немедленно обратиться с заявлением в ближайшее отделение милиции или дипломатическое представительство. Бывают случаи, когда теряет паспорт турист за рубежом. Таких случаев очень много. И тогда вам необходимо, так сказать, обратиться в соответствующее дипломатическое представительство или консульское учреждение. И, так сказать, вы получите свидетельство сроком на 15 дней, которое позволяет вам возвратиться домой. И для получения такого свидетельства заявитель представляет. Он представляет заявление установленного образца, справку или протокол, выданный компетентным органам страды пребывания, подверждающий факт обращения по поводу утраты паспорта. Ну, у вас украли сумочку где-то. Вы обращаетесь в местную полицию, вам выдают справку о том, что вы обратились по поводу кражи вашего портмоне с соответствующими документами. Две фотографии и документы, позволяющие идентифицировать личность заявителя и установить его место жительства в пределах Российской Федерации. Ну, это могут быть, допустим, водительские права или письменные заявления не менее двух граждан, подтверждающие личность заявителя. Дети, как правило, выезжают на отдых в сопровождении хотя бы одного из родителей или воспитателей и опекунов. Если один из родителей заявляет о своем несогласии на выезд несовершеннолетнего ребенка, то в турпоездку за рубеж, прежде всего, то вопрос о возможности его выезда решается в судебном порядке. Ну, я сказал, что кроме паспорта студенты могут использовать международную студенческую карту и вот единое международное студенческое удостоверение. Второе. Это визовые формальности. Значит, визовые формальности. Виза – это разрешение конкретному лицу на въезд в другую страну, въезд в ее территорию, транзитный проезд через нее и так далее. Виза бывает многократная, однократная и, так сказать, самые различные типы виз мы можем вот наблюдать, которые предоставляются в разных странах. Но по назначению, как их можно классифицировать? Туристская виза, первая, она чем отличается от других? Она, так сказать, без права заниматься оплачиваемой работой. Вот у вас даже может быть туристская виза на длительный срок, но все равно вы не имеете права заниматься работом по найму. Далее. Вы можете здесь, так сказать, вот получить гостевую визу с правом работы. Вы можете получить служебную визу. Это вот деловая частная, иммиграционная виза. И во многих странах существует и очень большое количество виз. Ну, допустим, в Соединенных Штатах, например, около 20 различных типов виз насчитывается. Там есть вот, значит, групповая виза, студенческая виза с правом трудоустройства, виза для молодоженов. Есть специальная такая виза. Виза для студентов неакадемических вузов на каникулы. Виза для паломников. Вот такие визы. И существует также такой особый вид, как полицейская виза, так сказать. Это лица, когда попали в страну в силу различных форс-мажорных обстоятельств. Ну, в результате каких-то террористических актов или угона самолета, стихийных бедствий вы оказались за рубежом. Вы тогда получаете полицейскую визу. Ну, мы ведем с вами разговор о туристских визах. И туристская виза – это виза, которая дает право на временный въезд. Временный въезд. И вы получаете во многие страны, когда покупаете турпакет, туристскую визу. Вы представляете документы, там, паспорт, визовую поддержку, приглашение. И, в общем, вам турфирма часто это все помогает организовать. Но бывает иногда и отказ. Отказ в получении визы. Вас не должно это удивлять, потому что это тоже распространенная практика в международном туристском бизнесе. А вот отказ в связи с чем происходит? Вот неправильно оформлены документы. В приглашении принимающей страны может отсутствовать подтверждение брони отеля. Или неправильно написана фамилия туристов. Или вот срок действия паспорта туриста стекает менее чем через три месяца. Далее. Если у посольства возникают сомнения относительно личности заявителя и намерений пребывания в стране. То есть возможность принадлежность заявителя к туристическим или экстремистским организациям, нелегальные доходы при покупке дорогостоящих туров, судимость, намерение эмигрировать в страну под видом туристов. И, в общем, такие вот мотивы часто возникают и вам могут отказать в получении фирмы. Теперь вот я хотел бы немножко поговорить о том, что есть такое понятие, как шенгенская виза. Шенгенская виза очень удобная такая форма. И стран, туристы, которые получают шенгенскую визу, они могут совершить поездку по нескольким европейским странам. А вам необходимо оформить только одну визу. И вот первоначально 70 европейских стран подписали в городе Шенген, это в Люксембурге, 26 марта 1995 года. То есть это произошло, в общем, недавно. В 1995 году соглашение, которое дает право туристу свободно передвигаться по территории остальных стран. И вот первоначально такой, первоначально вот таможенный и паспортный констроль был упразднен для внутренних границ таких стран, как Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Германия, Франция, Испания и Португалия. А затем к этому соглашению присоединились многие страны, другие Греция, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Австрия и так далее. Сейчас это где-то 24 страны. И шенген это единое визовое пространство. Но шенген и Европейский союз это не одно и то же. Европейский союз это финансовое сообщество. В шенгенскую зону входят страны-участницы ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии. Значит, документ на получение шенгенской визы рассматривается в течение 15 дней. Поэтому, если вы оформляете документы на поездку в Германию, во Францию, в Италию, вам, как правило, просят за две недели предоставить документы. Значит, заграничный паспорт, внутренний паспорт, справку с места работы с указанием дохода и цель поездки, стаж работы и так далее. Иногда возникают проблемы, что вам визу не предоставляют. Значит, какие тут проблемы с открытием визы могут возникнуть, у каких категорий лиц. Но вот статистика показывает, что могут проблемы возникнуть у выходцев Северного Кавказа, у тех, кто получает небольшую заработную плату, у молодых незамужних женщин, у молодых программистов и компьютерщиков. Они чаще всего решаются на нелегальную иммиграцию. Но опыт показывает, что проблем с получением шенгенской визы не бывает у туристов, которые работают в очень, так сказать, известных фирмах, имеют хороший доход и не раз бывали за границей. Вот это то, что касается шенгенской визы. Теперь вот есть, так сказать, это я вот еще раз вам показываю туристские визы, которые мы выделяем. Туристская виза без права заниматься производственной деятельностью, гостевая, служебная, иммиграционная с видом на постоянное место жительства. И перехожу я к таможенным формальностям и к теме таможенной формальности и валютный контроль. Таможенные формальности и валютный контроль осуществляются многими странами. Вам предлагают заполнить таможенную декларацию. И в таможенную декларацию вы вносите информацию, значит, что находится в вашем личном багаже. Наличные валюты, предметы старины, искусства, изделия из драгоценных металлов, а также путешествуют ли с вами, так сказать, домашние животные и так далее. И обязательно вам необходимо в этой декларации указывать сведения о запрещенных перевозке предметов. Оружие, боеприпазы, взрывчатые вещества, наркотики, высокочастотные радиоэлектронные устройства. Сейчас вот в декларацию желательно внести новую дорогостоящую киноаппаратуру, фотоаппарату, видеокамеры. Таможенный комитет Российской Федерации в 1999 году утвердил инструкцию по таможенному оформлению и таможенному контролю. И когда вы проходите таможенный контроль, у вас есть как бы два коридора. Красный и зеленый коридор. И если упрощенный порядок, это вот зеленый коридор для устного декларирования товаров, которые с вами вместе находятся. А красный коридор это для декларирования товаров в письменном виде. Таможенный кодекс, который ввели в 1993 году в России, который, в общем, он содержит перечень, что мы имеем возможность перевозить за рубеж, что нет. И, в общем, стоимость товаров, которые вы приобрели за рубежом, часто требуется подтвердить чеком, накладной и так далее. Некоторые товары могут привозить беспошлиные, некоторые спошлиные, и все это хорошо, так сказать, прописано в этом таможенном кодексе. Значит, в законе о вывозе и ввозе культурных ценностей, который принят еще в 1993 году, в нашем году, этот закон направлен на защиту культурных ценностей от незаконного вывоза и ввоза и передачи прав собственности. И он также устанавливает вот единый порядок вывоза культурных ценностей. Медико-санитарной формальности. Я в самом начале лекции говорил, что это формальности включают процедуру, связанную с проверкой соблюдениями лиц, которые пересекают границы, требований по вакцинации, прививке и другим требованиям различных служб. Потому что вот Всемирная организация здравоохранения разработала требования к свидетельству о прививке при поездке за границу. И это является сейчас руководством для многих стран. Вот к числу таких вот заболеваний, которые требуют обязательной, так сказать, прививки или документа, Международная, так сказать, вот Федерация, Международная Всемирная организация здравоохранения, включая такие вот заболевания, как холера, чума, оспа, желтая лихорадка, малярия. И вот Всемирная организация здравоохранения сделала вывод, что смертельные случаи от малярии среди туристов, путешествующих в тропические страны, происходят из-за их неосведомленности или недооценки ими опасности малярии во время поездки. И туристы ведь хотят совершить путешествия сейчас во многие страны. То есть, как бы происходит глобализация, мир открыт, вы можете путешествовать по всему миру. И туристы должны знать, где есть повышенный риск инфекционных заболеваний. И они обязаны проходить профилактику в соответствии с международными медицинскими требованиями. Вот я вам приведу только некоторые примеры. Вот зоны желтой лихорадки в Америке являются Бразилия, Боливия, Колумбия, Венесуэла, Перу, Эквадор, в Африке, Замбия, Кения, Танзания, Гвинея, Нигерия. И поэтому при поездке в эту группу стран туристам следует сделать прививки не позже, чем за месяц до отъезда. Вот по малярии, неблагополучные страны по малярии, какие отмечаются. Кения, Индонезия, Китай, Индия, Шри-Ланка. Необходимо регулярно принимать противомалерийные аппараты, начиная за неделю до выезда и один месяц после возвращения. Вот такая информация. Вакцинация в те страны, где имеет эпидемию место быть. Холера, чума, оспа. Оспа распространена в Африке, Мозамбик, Танзании, Уганда. Чумы следует опасаться тем туристам, которые выезжают во Вьетнам, Боливию, Бразилию, Перу, Танзанию, на Мадагаскар и так далее. То есть в России турфирмы обязаны обязательно проводить инструктаж туристов, отъезжающих вот в эти страны, и как бы предупреждать, что надо обязательно провести профилактику вот тех или иных заболеваний. И главное правило, которое должны неукослительно выполнять все турфирмы и сами туристы, при поездке в жаркие страны и по возвращению из них, при любом недомогании, необходимо срочно обращаться к врачу, назвав страну, из которой эти туристы возвратились. Значит, это тоже вот мы включаем сейчас в понятие туристской формальности. Формальности безопасности в международном туризме. Вопросы безопасности, ведь туристов сейчас миллионы человек. Вы путешествуете по разным странам, где разная политическая ситуация. Возникают проблемы безопасности. И принимающее государство должно осуществить, должно, в общем, обеспечить вам условия безопасного пребывания. Законодательство должно быть направлено. Должно быть страхование туристов на случай рисков. Упростить и ускорить внесудебные споры между туристами и турфирмами, которые потерпели те или иные неприятности во время путешествия. И вот вопросом безопасности туризма сейчас многие страны уделяют очень, так сказать, важное значение. И последнее, о чем я хотел говорить, что страхование туризма тоже сейчас важно, потому что в глобальном, так сказать, вот кодексе туризма, который принят на сессии Генеральной Ассамблеи ВТО в октябре 99-го года, было заявлено, что, в общем, должна во всех странах существовать надежная система страхования и помощи. И существует сейчас много видов страхования. Страхование медицинское. Это вот страхование жизни и здоровья туризма. Если вы занимаетесь горнолыжным туризмом, вам обязательно страховку необходимо получать. Или там экстремальные виды туризма. Значит, имущественное страхование. Это страхование багажа, фото и видеоаппаратуры, личного автотранспорта, имущество турфирмы. И гражданская ответственность. Гражданская ответственность – это страхование ответственности туристов, которые владеют транспортом, отелей, турфирм и других. И вот страхование – это одно из направлений деятельности туристских фирм. А некоторые страны вообще сейчас не оформляют туристам визу, если нет соответствующей оформленной страховки. И страхование рисков тоже распространено, потому что по договору с туристской компанией вы можете также оказать выезжающим за рубеж туристам содействие по страхованию различных рисков. А какие мы тут в туризме выделяем риски? От несчастных случаев, от пробажи багажа, от невозможности выезда в оплачиваемую поездку, от отсутствия на горнолыжных курортах снега, тоже можно застраховаться. На случай задержки самолета и другого транспорта при выезде. На случай наступления личной гражданской ответственности. На случай плохой погоды во время нахождения туриста на отдыхе. То есть страхование рисков вам предоставляют многие туристские страны. Вот это то, что я хотел сегодня коротко рассказать о туристских формальностях. Туристские формальности это очень важное направление в деятельности туристских фирм, которые активно работают на международном туристическом рынке. И если вы собираетесь совершить то или иное путешествие за рубеж, вы должны иметь достаточно четкое представление о том, что это такое. На этом я лекцию заканчиваю. Благодарю вас за внимание. До следующей встречи.